В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. 16 юных жителей муниципалитета получили паспорта граждан Российской Федерации. С января в Ленинском округе действует единый тариф на проезд в общественном транспорте внутри муниципалитета. Это единый проезд. Теперь люди будут знать, что по одной цене ездят. В районном историко-культурном центре открылась выставка «Вкус стали». Это моя дань нашему великому писателю Александру Сергеевичу Пушкину. В районном историко-культурном центре свои первые документы паспорта граждан Российской Федерации получили юные жители, достигшие 14-летнего возраста. Приятным подарком стали и лимитированные обложки «Я люблю Подмосковье». Еще вчера для тех юношей и девушек главным документом было свидетельство о рождении. А сегодня они, 14-летние, уже получают паспорт гражданина Российской Федерации. Открылась церемония гимном нашей страны. В торжественной обстановке счастливыми обладателями заветного документа стали 16 ребят. После памятных мгновений с напутственным словом к молодым людям обратился глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Хочу вас и от его имени, от своего имени поздравить с замечательным событием в вашей жизни, ребята, девчата. Получение первого, но очень важного документа паспорт гражданина Российской Федерации. Поверьте мне, этот документ продолжит сопровождать всю вашу жизнь. Вы становитесь взрослее, вы становитесь ответственны, потому что паспорт – это не только вот града между детством и уже взрослой жизнью, но это, безусловно, неответственность. Радостные эмоции пришли разделить с детьми и их родители. Они надеются, что это событие станет для ребят удачным стартом во взрослую жизнь и желают успехов во всех начинаниях. Пусть в этом документе будут отметки только счастливых и славных событий. Пусть ваш паспорт представляет честного и замечательного человека. Кроме документов, ребятам вручили лимитированные обложки на паспорта и Конституцию Российской Федерации, благодаря которой они смогут узнать свои права и обязанности. И, как выясняется, многие ждали этот день с нетерпением. У нас у меня новые пути, чтобы я смог дальше продвинуться, пойти на работу, зарабатывать деньги, помогать своей семье. Чувствую сейчас радость и волнение. Так все-таки первый день с паспортом. Твои первые действия с паспортом? Сделать карточку Субербанка. Закончилась церемония небольшим концертом и фотосессией на память. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. С января в Ленинском городском округе введен единый тариф для поездок на общественном транспорте внутри муниципалитета. С чем это связано, какая теперь цена одной поездки и о других нововведениях узнала наш корреспондент Юлия Пагасьян. Немало бывшему Ленинскому району предстоит перемен в связи с преобразованием территории в Ленинский городской округ. Одна из них – изменения в тарифах на общественный транспорт. Если раньше стоимость проезда в каждом из поселений была разной, из-за передвижения между населенными пунктами люди также платили разные суммы в зависимости от расстояния, то теперь во всем муниципалитете введен единый тариф. Таким образом, сейчас стоимость проездов на маршрутов из поселка Владарского, деревни Калиновки, поселка Развилка до города Видное, оставляет единую стоимость при оплате наличными – это 56 рублей, при оплате банковской карты – это 36 рублей, при оплате карты стрелка – 35 рублей 49 копеек, с последующей индексацией в уменьшение в зависимости от количества поездок. На сегодняшний день в округе 13 муниципальных маршрутов. Четыре из них – межпоселенческие, остальные – на территории города Видное. Стоит отметить, что общественный транспорт у местных жителей пользуется большой популярностью, поэтому изменения в тарифах люди одобряют. Мало ли денег нету или еще что-нибудь, но это единый проезд, теперь люди будут знать, что по одной цене ездят. Правильно. Экономия, ведь люди живут-то очень бедно, и единый тариф, мне кажется, будет самым лучшим. Еще одна приятная новость для пассажиров. 6 февраля в Московской областной думе депутатами будет обсуждаться законопроект, обязывающий перевозчиков сообщать людям об их праве на бесплатный проезд в случае технических проблем с оплатой поездки по банковской карте. В случае неисправности аппарата, который принимает оплату, безналичную оплату, перевозчик не вправе оказать пассажиру в оказании услуги по перевозке. То есть одним из признаков исправности технического транспортного средства в том числе является и возможность приема безналичной оплаты. Не все пассажиры знают о таком своем праве, поэтому депутаты и решили доработать давно действующий федеральный закон о бесплатном проезде в случае, если у водителя возникли технические проблемы с аппаратом. Бывает то, что они специально отключают какое-то оборудование и так далее, и производят такие ситуации. У меня у знакомых часто такое бывает, когда именно по банковской карте не проходит, если по Сбербанку, например, и водители просят оплатить наличными. Я считаю, это неправильно, потому что когда чек не выдается, и, конечно, стоит проводить бесплатно. Если вы столкнулись с такой проблемой, то смело обращайтесь в диспетчерскую по телефону горячей линии. Номер вы найдете на стенде, который размещен в салоне каждого транспортного средства. Или напрямую в управление дорожного хозяйства администрации Ленинского района. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В нашей постоянной рубрике по адресу сегодня ситуация, с которой столкнулись жители 6-го дома по Спасскому проезду. В доме поставили новые входные двери, но люди уверяют, стало еще хуже, чем было. Что именно не устраивает жильцов, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. На Спасском проезде дом 6 недавно заменили входные двери, но рослому человеку тут не пройти. Дальше высокий порог, что можно и ноги переломать. Такова ситуация во втором подъезде дома номер 6 в декабре прошлого года в домах 5, 6 и 7. По Спасскому проезду поставили новые входные двери. Только вот жители сетуют, раньше было даже удобней. Если вот высокий человек ростом ударишься львом, а если поторопишься еще и ступенькой, там низкая, нет ступеньки, можно упасть. И вот кто пожилые люди, и с детьми очень тяжело и входить, и выходить. Жители первого подъезда дома номер 6 тоже жалуются на высокий порог. Но тут он оказался снаружи здания. На нем постоянно образуется наледь. Двустворчатая дверь, говорят, тоже крайне неудобная. Практически невозможно, даже боком приходится проходить. Ведь здравый смысл должен быть, допустим. Они прекрасно понимают, что здесь живут люди, здесь инвалиды. На коляске, с детской коляской пройти невозможно просто. У меня два инвалида. Муж инвалид третьей группы, которая плохо ходит. И лежит первая группа бабушка. Я ее не могу ни вывезти, ни в больницу, никуда. Потому что невозможно. Двери узкие. Открывать две двери, мало того, что тугой доводчик, сам доводчик, там приходится мужиков открывать, так еще и приходится вторую дверь открывать. Поначалу, когда поставили дверь, в подъезде сразу тепло стало. И получается, что у нас вторую половину открывают, и получается, что подъезд... И опять холод идет. И никакого не тепла, да, опять все холодно. Подъезд на распашку. На вопрос, обращались ли куда с этой проблемой, местные жители ответили. Я вот написал программу «Мой подъезд». Так. Ну, тишина пока. Мы не знаем, кто нам поставил. Кто поставил? Кому обращаться? Также жильцы жалуются на протечки крыши. И грызунов по крыше, говорят, неоднократно отправляли жалобы на портал Добродел. И в управляющую компанию. Ведь кровля не ремонтировалась уже 20 лет. Все потом чернеет. Начинается грибок. Я живу на первом этаже, во второй квартире. И в третьей квартире поймали. Я поймала две крысы, и сосед поймал две крысы. Мы связались с УК ЖКХ с просьбой прокомментировать ситуацию. Заявления от жителей были в части протечек кровли по этому дому. В связи с чем на этот год, на 2020, в администрацию подана документация на выделение субсидии бюджетной на проведение капитального ремонта кровли. А вот про претензии жителей к установленным дверям, как оказалось, управляющая компания слышит впервые. Никаких заявлений в наш адрес от жителей не поступало. Когда производилась замена дверей, собственниками, но старшими домов подписаны все акты выполненных работ в части замены дверей. И никаких там претензий в этой части не было. На сегодня намечен выезд туда. Значит, комиссионно мы выедем, посмотрим. Пока этот сюжет готовился к эфиру, стало известно, что по итогам встречи с жителями была заказана новая дверь для первого подъезда. Ее установят уже в субботу. На следующей неделе во втором подъезде сделают пандус и проведут дезинфекцию всего дома. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВИН-ТВ. Сотрудники ГИБДД в очередной раз привлекают внимание общественности на безопасность дорожного движения с участием детей в рамках регионального проекта «Маленький пассажир. Большая ответственность». На специальном рейде побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках проекта «Маленький пассажир. Большая ответственность» Госавтоинспекция продолжает проводить тематические акции, во время которых самым юным участникам дорожного движения рассказывают о правилах поведения на проезжей части. На этот раз мероприятие организовали для воспитанников детского сада номер один «Журавушка». «Какой загорелся сигнал? Что это машины все поехали?» «Зеленый». «Это для кого горит сигнал?» «Для машин». «Правильно, для машин». То есть у нас здесь светофор работает и регулирует движение машинам и пешеходам. После рассказа о работе светофора ребята вместе с сотрудниками ГИБДД и воспитателями переходили на другую сторону дороги, держа в руках знак «Осторожно, дети». Также участники акции напомнили водителям о правилах перевозки детей. Как известно, делать это можно только в специальном удерживающем кресле. Автомобилисты реагировали на это с пониманием и отмечали пользу проведения подобных акций. «Я считаю, что заинтересованы должны быть все взрослые. Это же безопасность наших детей. Не только я считаю, так должны считать все. Даже несмотря на то, что вам надо проехать, пусть 200 метров будет, но все равно это надо будет сделать. А уж если люди едут куда-то очень далеко, то эта безопасность тут вообще должна быть на самом высоком уровне». Но, к сожалению, не все автолюбители, перевозящие детей, оказались такими ответственными. «В процессе данного мероприятия акции «Маленький пассажир большой ответственности» был выявлен. «Один правонарушитель, перевозивший ребенка без детского удерживающего устройства». Ну и, соответственно, составный административный материал. Системная воспитательная работа проводится в образовательных учреждениях муниципалитета уже давно. Ведь легче всего знания в младшем возрасте усваиваются именно в игровой форме. «Мы считаем, что безопасность детей – это тоже очень главное направление в нашей работе, потому что именно дошкольное образование – это первая ступень образования детей. Мы прививаем знания, навыки, показываем своим примером, что нельзя так поступать, показываем, что надо ходить в яркой одежде, со светоотражающими элементами». Совместные акции по пропаганде безопасности дорожного движения будут продолжены. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. «Вкус стали» под таким названием в районном историко-культурном центре открылась выставка мастера художественной ковки Олега Новикова. На презентации творческих работ присутствовала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Это тот редкий случай, когда экспонаты можно потрогать руками, вреда им это не принесет никакого. Кузнец Олег Новиков родился и живет в Костроме. То, что в Видном открылась выставка его работ, буквально дело случая. «Приехал в наш город, у него друзья. Он пришел посмотреть на наши выставки. У нас проходила художественная выставка. Мы провели ему экскурсию и разговорились. И оказалось, что вот он такой замечательный художественный кузнец. Нам захотелось показать его творчество. Ну, контакты ему наладили. И вот получилось так, что в этом году его выставка». Работы художника украшают частные дома и административные здания в десятках российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. А потому многие изделия мастера здесь показаны на снимках. «Умение из такого непростого материала делать вот такие сложные детали, в том числе вот за потолком, там я смотрю, это, конечно, всегда восхищает. Восхищает прежде всего тем, что есть же такие умельцы, которые это могут сделать. И поэтому мы очень рады, что в городе у нас будет такая выставка, что жители могут познакомиться с ней». На выставке «Вкус стали» представлено 46 фотографий работ Олега Новикова и 9 изделий. Это скульптуры, панно, предметы интерьера. По традиции, первую экскурсию по экспозиции проводит сам автор. «Это вот моя, как бы, дань нашему великому писателю Оксану Сергеевичу Пушкину. Я называю это панно там на неведомых дорожках. То есть здесь образ тумба, зверь каких-то, облеченных в деревянную такую форму». Изделия Олега Новикова прекрасно гармонируют с картинами другой выставки, тоже открытой недавно. Сам мастер признается, есть работа для денег, а есть для души. Хотя часто получается совмещать. «Решетки, всевозможные балконы и ограды, да, и лестницы – это уже пройденный этап. Я уже их, что называется, наелся и заработал основные свои деньги на них, на этих работах. А вот, скажем, парковая скульптура, да, или вот какие-то творческие выставочные вещи, они вот близкие, вот именно греют просто. То есть они с великим удовольствием многое изготавливаются». Олег Новиков – постоянный участник областных, региональных, всероссийских выставок, в том числе провел более десяти персональных. Работники историко-культурного центра уверены, что это сотрудничество станет постоянным. «У нас большие объемы, более 120 квадратов, и когда только стены украшены, это не очень интересно. А когда вот идут такие композиции, скульптуры, интерьерные вещи, это просто настоящее украшение, и мы будем его приглашать на эти выставки, в том числе и на сборные». Выставка «Вкус стали» будет работать до 24 февраля. Вход свободный. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В минувшие выходные в городе Оленцово Московской области прошли всероссийские соревнования по тэквондо «Кубок Тэквон». Честь нашего города защищали воспитанники клуба «Золотой дракон» под руководством Виктора Владимировича Проценко. Ребята привезли домой 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Поздравляем победителей. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.